Алексей Козлов. Рок. Истоки и развитие. Глава 2. Часть 1. Помимо негритянских корней, о чем шла речь ранее, рок-н-ролл тесно связан генетически с целым рядом направлений в музыке белых американцев. Дело в том, что параллельно с традиционным негритянским кантри-блюзом в США существовал и белый блюз, представленный отдельными солистами, соединявшими в своей исполнительской практике принципы и дух черного блюза с элементами европейского фольклора, от шотландского до славянского. Так, например, певец и гитарист Джимми Роджерс, считающийся одним из отцов современного кантри, еще в 20-е годы 20-го века создал стиль блю-йодль, сплава блюза и фальцетного тирольского пения. Позже, когда в 30-е годы в моду вошел джазовый стиль свинг, в сфере кантри-музыки стало заметным явление, называемое вестерн-свинг, областью распространения которого были юго-западные штаты США, Техас, Оклахома, Арканзас и Луизиана. Представляли его не солисты, а уже небольшие ансамбли разных составов от традиционного, скрипка, банджо и гитара, до комбинированного с включением духовых, фортепиано и даже электрогитары. В таких кантри-оркестрах, как Texas Playboys, Боба Уиллиса или High Flyers, использовались и приемы джазовой импровизации в модном тогда стиле свинг и элементы гавайской, мексиканской и кубинской музыки. Если вестерн-свинг был подвижной и легко меняющейся формой народной музыки, то стиль блю-грас представлял собой наиболее консервативное крыло кантри, ориентированное на струнный состав, это гитара, банджо, скрипка, контрабас и мандолина, на фальцетную манеру пения, свойственную фольклору горцев. Этот стиль был менее всего связан с блюзом, однако можно отметить и его влияние на ранний рок-н-ролл, что особенно чувствуется в гармониях песен братьев Эверли. Да и в первых записях будущего короля рок-н-ролла Элвиса Преслей встречаются элементы оркестровки, которые за несколько лет до этого использовал наиболее известный из играющих в стиль блю-грас ансамбль Билла Монро. Говоря об истоках рок-н-ролла, нельзя не упомянуть и популярный в 30-х-40-х годах 20-го века жанр хонки-тонг. Слово это обозначает небольшое скромное заведение, где можно перекусить, выпить и просто посидеть. В таких забегаловках для развлечения публики выступал чаще всего певец, аккомпанирующий себе на гитаре или разбитым пианино. Заведения подобного рода настолько ассоциировались с дребезжащими звуками разбитого инструмента, что возник специальный термин «хонки-тонг-пиано», обозначающий как манеру игры на рояле, так и сам тембр инструмента. А песни «хонки-тонг» выдержали состояние человека без друзей, семьи, дома и денег, неудачника, проводящего лучшее свое время у стойки бара. Одним из выдающихся певцов «хонки-тонг» был Хэнк Уильямс, последователь Джимми Роджерса. Правда, его душесчипательные песни о жизни простых людей были ближе к городской фольклорной разновидности белого блюза, чем к кантри. Определенное влияние на стилистику рок-н-ролла оказал и жанр кантри-буги. Он образовался в результате привнесения некоторых приемов голосоведения и ритмики фортепианного буги-вуги в гитарную технику и прославил ряд виртуозов-гитаристов, игравших в этой манере, таких как Мерл Трэвис или Джек Гатри. Ну и, наконец, надо упомянуть белые вокальные ансамбли, как правило, мужские квартеты стиля госпел, которые обычно принято считать формой негритянского духовного песнопения. По признанию Элвиса Пресли в школьные годы он любил белый госпел и был страстным поклонником таких групп, как Blackwood Brothers и Statesman. Коснувшись истоков рок-н-ролла и коротко перечислив все, что имело отношение к его формированию, вспомним, что к началу 50-х годов 20-го века в США была развита целая индустрия музыкальных развлечений, рассчитанных на обывательский вкус. Средства массовой информации, многочисленные радиостанции, телевидение и голливудская киномашина, компании грамзаписи, нотные издательства, театры и шоу, дансинги и рестораны – все это обрушивало на среднего американца лавину продукции с печатью самодовольства и сентиментальности. Основу этого звучащего бизнеса составляли оркестры по составу инструментов по оркестровке и звучанию, похожие на джазовые биг-бенды, но в отличие от истинного джаза, где живая музыкальная ткань создается в процессе непредсказуемого взаимодействия солистов и аккомпаниаторов, в таких оркестрах не допускалось никаких неожиданностей. Вместо импровизации исполнялись выученные соло, весь эффект просчитывался заранее. Главной функцией коммерческих оркестров был аккомпанемент звездам американской эстрады. Популярные тогда Бинг Кросби, Дин Мартин, Эдди Фишер, Фрэнки Лэйн, Дорис Дэй, Роза Мари Клуни создавали на сцене респектабельный образ. В их внешности, манере двигаться и петь не было ничего, что могло бы шокировать солидную публику. Не было, следовательно, и элементов блюза. Правда, накануне вспышки рок-н-ролла уже наблюдались первые признаки будущего массового психоза. Послевоенная модная белая молодежь, но еще до рок-н-ролльная, называемая тогда бобби-сокерами, истерично поклонялась певцу Джонни Рэю, заметно выделявшемуся из ряда прилизанных и сладких кумиров белой аудитории довольно агрессивной манерой пения. Более того, как один из первых примеров проявления тинейджерской истерии, нередко вспоминают концерт оркестра популярного кларнетиста Бенни Гудмана, проходившего в 1938 году в Карнеге-Холле. Тогда, во время исполнения известной пьесы «Синь-синь-синь» сотни молодых людей сорвались с мест и стали неистово танцевать джиттер-бак среди рядов, невзирая на возмущение респектабельной части публики и подбадриваемые самим Гудманом. И все же основная масса популярной музыки того времени несла на себе печать Тин Пен Элли, добропорядочно сладкого стиля коммерческой музыки, контролируемого объединением нотных издательств, сосредоточенных на улице Тин Пен Элли в Нью-Йорке. Но вот наступил момент, когда уже значительную часть белой американской молодежи перестала устраивать эта респектабельная коммерческая музыка. В начале 50-х годов школьники из белых семей все чаще стали настраивать свои радиоприемники на волны негритянских радиостанций, чтобы послушать ритм и блюз. Дальше больше. Стало происходить небывалое. Белые подростки начали тайком ходить в негритянские кварталы, чтобы купить там рейс-рекордс. Одним из первых эту тенденцию заметил Алан Фрид, диск-жокей радиостанции в Кливленде, передававший легкую и классическую музыку. Ему удалось убедить своего шефа, хозяина станции и получить разрешение на трансляцию специальной вечерней программы с записями ритм и блюза. Дело было непростое, ведь станция-то была белая. Можно было нарваться на недовольство многих слушателей и лишиться работы. Взяв себе псевдоним Moon Dog, Фрид придумал название для этой передачи – Moon Dog Rock'n'Roll Party. Согласно некоторым источникам, термин Rock'n'Roll сокращенно Rock'n'Roll. Взамен носившего ярко выраженный расовый оттенок слова Rhythm & Blues остроумно подсказал Аллану Фриду его друг Лео Минс, владелец небольшого магазина грамм-пластинок. Для белых слушателей, незнакомых с жаргоном молодежи из негритянских кетто, это выражение означало лишь «качайся и вертись», в то время как среди чернокожих поклонников ритм-блюза, слово «рок» и «ролл» употреблялись совсем в другом, непристойном смысле. Чтобы было понятнее, можно предположить, что если бы это происходило в России, то зашифрованное название нового танца могло звучать как «трахаться и бахаться». Таким образом, Аллан Фрид убил сразу двух зайцев, привлекая как черную, так и белую слушательскую аудиторию. Новый термин не только позволил белым радиостанциям транслировать записи черных артистов. Он стал обозначать и ту, замешанную на ритмин-блюзе музыку, которую начали исполнять белые. Следующим шагом Аллана Фрида была организация первых рок-концертов в 1952 году, где перед смешанной молодежной аудиторией численностью порой до 25 тысяч человек выступали пока только негритянские ансамбли типа «Мунглаус» или «Доминос». Самый первый опыт этих концертов, или «балов» в кавычках, как их называл Фрид, выявил две тревожные для американского общества проблемы. Ломку расовых рамок в молодежной среде и выход наружу чрезмерной активности даже агрессивности подростков, что выражалось в беспорядках на балах. Сломанные двери, скамейки, стулья. К 1954 году Аллан Фрид уже в Нью-Йорке расширяет свою деятельность по пропаганде рок-н-ролла до общенациональных масштабов, используя механизм частных компаний и радиостанций. Общественность США и даже государственные органы буквально объявляют войну рок-н-роллу как явлению, разрушающему американскую культуру. По радио, телевидению и в печати выступают сенаторы, священники, общественные деятели и учителя, обличая рок-н-ролл и призывая молодежь к благоразумию. Одни говорят о черной заразе, другие утверждают, что все это дело рок-коммунистов, решивших использовать рок-н-ролл как идеологическое оружие и подорвать американскую мощь изнутри. Валить все на коммунистов стало тогда уже привычным и удобным для Соединенных Штатов делом. Холодная война, начавшаяся с приходом к власти Гарри Трумэна, была порождением не только советского тоталитаризма, ее раздувал и сам Запад. После 1947 года в США началась охота за ведьмами, в СССР борьба с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом. Все это сопровождалось запретами, расследованиями, увольнениями, а в нашей стране и концлагерями. Массовое появление НЛО, летающих тарелок над Флоридой в местах базирования авиации, а также в пустынных засекреченных районах испытаний водородной бомбы в 1945-47 годах. Все это вызвало легкую панику в американском обществе. Чтобы снять ее, в прессе распространялись домыслы о том, что это русские летающие тарелки. Поэтому и утверждения о том, что рок-н-ролл – это коммунистическая зараза, не казались тогда такими нелепыми, как сейчас. Борьба с новой молодежной культурой повелась на всех уровнях, и на бытовом тоже. В это время джинсы, на которые раньше не обращалось особого внимания, как на простой, удобный и практичный вид рабочей одежды, вдруг приобретают знаковый характер. Они становятся важной частью теннежеровской моды. В колледжах, где еще сохранялась какая-то власть взрослых над подростками, началась борьба с джинсами, с новыми прическами и всем прочим. Ну, совсем как у нас в случае со стилягами в тот же период времени. В известном американском фильме об истории рок-н-ролла приводятся замечательные кадры выступлений по телевидению сенаторов, учителей и общественных деятелей, обличавших вредные веяния. Странно, но внешне они ничем не отличались от советских партбюрократов. Популярные телеведущие пытались высмеивать примитивные тексты рок-н-роллов, вводить на чистую воду Элвиса Пресли в интервью в прямом эфире. В послевоенной Америке, где еще сохранялся привычный расизм, громогласно говорить о рок-н-ролле как о черной заразе было очевидно невозможно. Но так думали многие ревнители белой культуры. Для американцев с российскими убеждениями, терпевших черное население как нечто неизбежное, было невыносимым смешение белых с черными в любых ситуациях. В белых оркестрах нежелательно было присутствие черных музыкантов. В отелях не разрешалось сдавать номера смешанным парам, не было смешанных танцплощадок. Поэтому, когда белые подростки начали посещать танцплощадки для черной молодежи, для их родителей началась трагедия. Они не могли допустить этого. Поэтому в многочисленных небольших городах, особенно в южных штатах, стали организовываться родительские пикеты перед танцплощадками, препятствуя смешиванию своих детей с негритянской молодежью. Но все было бесполезным. В послевоенные годы начинают действовать новые социальные закономерности, согласно которым определенная часть молодежи тянется к объединению, невзирая на расовые и даже классовые различия. Образуется и осознает себя как новая социальная группа тинейджеры. Тинейджерс происходит от окончания тин, как в русском дцать, и обозначает людей в возрасте от 13 до 19 лет. Для молодежи рок-н-ролл становится чем-то вроде опознавательного знака. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова